а мы где а мы на рыбалочки на базе марлин рыболовный клуб сейчас посмотрим что у нас там рома оформил уже значит оформил короче я нифига даже не подготовлены в плане одежда как-то спонтанно у нас получился такой выезд но захотели просто поехать порыбачить один прекрасный вечер так как я роман я чё-то его потерял такие вот рыбаки серьезно все рыбу распугал где рома рома ты где есть давай может туда в другое место какое-то поедем может пока посмотреть что там у нас поблизости есть похоже сейчас так и придется делать тут унес тут грязюка хуюка это я своих герцов пройдут короче чувствую я сейчас развернусь подожди скажу до свидания все я возвращаюсь да тут блин какая дорога мы тут еще за барахлом и тут будем идти сейчас давай сейчас буду тут еще чтобы я сам не пизданулся короче мест нету блин рыбаки уже все стоят ловят а для нас место не нашлось жалко короче место это неплохое такое сейчас я вам покажу как это все выглядит здрасте а вы со скольки здесь вообще по времени приехали с таким 5 идти дома мы что-то приехали мест нету сказали все только дики вот только что мы ходили пошел товарищ туда на дикое посмотреть там вообще грязь там не пройти за форели на осетру говорят тоже ездит понятно ладно можно рыбу здесь купить сразу прям при входе актуальные цены до тебя пары 550 а сетра 800 здесь как я понимаю можно снять беседки вот эти беседки заезжать и здесь сидеть балдеть и тут это чудо плитка не обошла какой-то недострой небольшой если наподобие туалета будет общественного снимаешь беседочку и спокойно здесь жаришь гуляешь я поближе посмотрим эти чудо домики очень даже симпатично люди с детьми он приезжают выход к воде мостик и куча куча рыбаков есть еще как я понимаю такая типа увеличенная увеличенные апартаменты бежим посмотрим какой выход к воде не здорово короче такая вот приятная база но нам не повезло а он наш роман по моему беседки короче все даже который стоит 8 10 тысяч они все забронировали сейчас ему звонил он говорит мест полно тот сказал мест нету я только что у него спросил я беру чё по местам будет нету все приезжайте часов в четыре в пять вот еще разговаривал тема вчера паладинского лет нету вам неправильно сказали места и мужики даже ты тут мог будешь был белый станешь коричневых таких вот я черевич как выгляделся но ровно понятно там все подготовлено нашел да то нечет кто-то внецков верхоплавку взял короче они говорят ночью осёдров выпускали мы не взяли селёдку ты не взял я не взял и про них нет по итогу в общем у нас какая-то дезинформация получилась сначала сказали места есть потом сказали вернее нет сейчас сказали что нету сейчас сказали что есть рома сходил извините сам проверил ему извините можно по мне администратор так нет объясни там чего прям реально какой-то но говномес а эти чужие все наловились яморка что он был на мес они не пошли дальше там еще и мыши я уже 30 метров прошел а мужики еще шли 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 до конца площадь там плитки вообще нет уже не доложили так чуть-чуть после вас поэтому нечего едет на зарекламированные водоемы вчера написали что у нас тут тут сеть мы не можем как там вы и четыре саву нас вот сейчас нас двое двое вот два человека мы отдельно это братья и братья из китая извините извиняюсь хочу на машине можно было сюда или мы просто посмотреть идем назад вернемся приедем расчехлиться надо что-то в вьетнаме то как с рыбой там хорошо торопитесь к и это круглый гранца самый же да вот самый да форели нет ну по ним форель форель здесь только завезли вот это самый год горных местах это выращивают а вот в москву на рыбалку только смысле это самый каждый день ничего не поймали до рома чего и лодку бомбрать золотая вот она и форелька вытащил так и вытащил доводный по 4 метра уберите пожалуйста блин ну слушай ну это какой-то вообще на вешать тут люди на двух зонах сидят а либо мы будем платить за одну путевку нужна вам такая рыбалка с тобой рома вот думаем вот так сидит может хотели два места сейчас мы поедем обратно с тобой в бритовом сейчас подождите мы примем решение то что тут портно вы сидите ну что понимаю все что деньги заплатить есть правило каждому рыбаку по 4 метра ну да понятно если каждый будет так вместе заниматься не стану например 20 человек по первый раз нарушают ваши правила я вам не говорили что мест нет вы не говорили а беседок беседки вообще не вариант я про них и не спрашивал ну просто это сами понимаете вообще как бы некомфортно ловить таком о чем игре не пойдем ром какую вот так 6 8 метров занимает даже 20 человек не можем поместить он отошел ну все понятно мы наверно поедем да не я вижу отсюда я весь берег короче мы в итоге прошлись по берегу со смотрящим не нашли ни одного места смысл здесь такой что на каждого рыбака выделяется по 4 метра на этих четырех метрах ты можешь закинуть свои снасти разложиться и все такое но есть в общем здесь промежутки где народ нарушает как бы разметку этом превышает в общем ее и получается занимает больше чем четыре метра поэтому два варианта либо ужиматься либо короче разговаривать чтобы они перенесли свои снасти поэтому здесь в общем сейчас наблюдается такая проблема что негде приезжать раньше и платить за час 300 рублей до администратор нам провел небольшую экскурсию по берегу пытались найти какое-то место но сожалению подходящего ничего не нашлось а сидеть там друг за дружкой как бы да не особо поэтому приняли решение что сегодня мы здесь ловить не будем попробуем сейчас посмотреть что здесь в округе есть по платникам может какое-то будет озеро где мы закинем наши сынасти это первый раз это вот тебе про это говорят ты первый раз приезжаешь понимать я например в латино остров ездил там машина очередь вообще но везде свои правила пока вот сюда приехал тоже будешь знать уже в четыре надо кто-то то-то первое первое всегда приезжать в другое место по другому третье по другому но место вообще ничего мне понравилось именно с беседками вот эта история то есть ты там грубо говоря сняла снимаешь беседку шашлыки-машлыки спокойно там ночуешь все тепло комфортно и так далее а так вот у меня такая вот рыбалка честно говоря не очень то есть почему я не люблю так тесно сидеть мне не комфортно когда прям да все друг на дружку там удилищами цепляются ну как бы такое себе но народа много то есть такое чувство как будто люди пришли именно рыбы наловить тебе война потому что там нет 2000 плача люди вытаскивают 15 килограмм по 20 понимаешь понятно ну вот по сорок но все короче хотят халявы конечно да нет убей просто навигаторе вот написала рыбалка да добрый добрый день а есть места по рыбачить ну прям ну да на фидер а чё есть по рыбе пары к полон спасибо сейчас подъедем туда ну говорит форель есть приехали мы очередное место называется теперь налим находится недалеко от марлина раз будем здесь смотреть что есть по местам посадки смотрим поближе это чудо водоем ну конечно маленький вообще я не знаю как здесь сучки звенья уюта такое себе форель к приятного аппетита короче мне не очень у меня здесь просто ну направлено на то что человек как по факту вот так там две-три рыбы вот он приехал их поймал как бы за час за два довольны уехал как бы они целый день драчу как у вас там все это ожидание чуда вот марлина сейчас за этих остаток отловится нормально 10 человек я тебе могу сказать сколько процентов я думаю кто места знает он знает что лома . есть например они во-первых пускают форель она неактивная я познаю поставщиков как мы все общаемся такой на 6 гектар надо как минимум что у тебя плавала 6 тонн рыбы чтобы все ловили потому что у меня 65 соток я держу здесь тонну и зарубляю сейчас пробую сейчас накопил сейчас где-то тонны 350 тонны 300 на истре судак берет прошлый четверг гоняю у меня не стоит поймали ну там подходы такие блин там русского овощения да просто катер спустите надо накатить нас по берегу это не по берегу не ты едешь там в общем мы приехали конец куда ему объехали два платника нам нигде не понравилось либо слишком все плотно в плане посадки народу очень много на выходные именно на этот день вы выбралась ловить особо кафе никакого нету поэтому приехали в общем сейчас ловить на дикое место нашли какой-то секретный заезд истринская водохранилище видали такой когда-нибудь и срач что за люди лишь бы насрать и уехать столовая харчевня попытаемся сейчас что-нибудь половить говорят что есть судак щука попробуем поймать их на чудо спиннинг ну чё где пробуй забраться здесь прям продувает пока у нас улова никакого кидаем чё ром есть в успехи честно говоря у нас по снастям вот наверное все что у нас есть именно на щуку поролонка 18 грамм сама палку от 5 до 25 такой на дальничок он не болеет вот хорошо не камыши самом конце машины ну там ультралайт вам наверно вряд ли там подходы болотник не ну прямо где машину также встал на эту штуку на я хочу про кидаешь вдоль травы во сколько все не приятно вот раз 56 если лодку заносил да ну и нахер потом завязал кому нас то и так заплывет на пары на пары попался на полтора что-то ребят я показываю кидаем дальше смотрим она может быть но не брать это как холодно есть такие на спины кидаешь ты видишь через телефон нет клёва короче не задалась у нас сегодня ловля сожалению мы ничего не поймали соседи сказали что вроде как них сегодня были поклевки с утра щуки сегодня не фартанул у нас роман тут подготовил нам харчи тульский пряник сейчас я кстати здесь для них сусовой бургер который брал еще перед выездом куда то м у у у у у у